Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июля и продолжая обзор томатов, которые уже поспели у меня в это время, я вот подошла к спиридону. У этого спиридона мы два раза были. Первый раз, когда я рассказывала о формировании, обрезала, и потом я показывала, какие томаты поспели в первую очередь. Так вот, спиридон у нас поспел в первую очередь. Сразу напомню, что это томат для открытого грунта, что я его высадила просто для получения раннего урожая, но у меня еще вторая меркантильная такая причина. Я сейчас по несколько, после того, как вот 3 года назад град выбил у меня все томаты в огороде, я теперь по несколько кустиков каждого сорта всегда высаживаю в теплицу, потому что у нас сейчас град явление довольно-таки частое, и вот для сохранности семенного фонда, если даже весь огород выбьет, то в теплице по одному, по два куста каждого сорта останутся. Ну а у нас как раз прекрасная возможность посмотреть, как ведут себя вот эти ультраскороспелые томаты для открытого грунта, если их поместить в теплицу, и как мы видим, ведут они себя прекрасно. Вот это у нас спиридон. Тип куста детерминатный, он штамбовый, то есть это самые-самые такие маленькие компактные томаты, которые очень удобны, которые можно выращивать с загущением. Он очень похож на Демидова, вот видите, вот дальше идет Демидов, но Демидов немного и покрупнее, и повыше, и куст побольше, а этот вот вообще вот, ну компактный, очень удобный, занимает мало места. Конечно, срок созревания у него ультраскороспелый, и если Демидов у нас считается средне-ранний, и у него, он тоже спеет, но у него плоды, и столько обилия спелых плодов нет, там дальше я покажу, ну завтра или послезавтра, все сразу не успеваю, и когда у меня спрашивают, а что Демидов с Настенькой, разве не созрели? Все у меня созрело, но просто я начинаю с тех, которые уже увешаны плодами, и которые мне нужно снимать для получения семян, и потом у меня не будет возможности показать их во всей красе. Вот я лежу около Настеньки, вот, пожалуйста, и Настенька тоже спеет, но Настеньку еще можно подождать, я же 5 дней не могла снимать, и поэтому вот храню все эти томаты, чтобы показать вам и тип куста, и как он спеет, и сегодня же я их все обснимаю, и буду делать семена, буду учить вас делать семена. Цвет красный, форма круглая, такая чуть-чуть, ну чуть приплюснутая, не шариком, а вот классическая форма томата, красный, круглый, обычный. Вес плода 100 граммов, тут он тоже уступает и Демидову, и Настеньке, и всем другим, ну потому что он ультраскороспелый, но его достоинство в другом, он именно в первую очередь поспеет, потом он очень холодостойкий, у него уникальная холодостойкость, подходит для Сибири, для всех регионов, где короткое лето, холодное лето, неблагоприятные условия, опять же занимает мало места, повторюсь, загущенное его можно высаживать, вот такие томаты у меня на заваленке вдоль теплиц, в тех уголочках, где нормальный томат не посадишь, а вот этот он будет расти и будет вот так вот вас радовать, смотрите, как он обильно, а улеплен плодами, облеплен просто. И еще, вот этот вот, я убирала нижние, ой, лишние кисти, чтобы он был покрупнее, чтобы вам показать, а вот это вот ничего я не убирала, и сейчас мы видим, что там, где кисточки лишние я убирала, плоды немного покрупнее, а там, где не убирала, их больше, но они помельче. И вот из этого следует, что хоть и написано, что его можно не посынковать, что он не требует посынкования, не требует всего, вы сами можете контролировать и регулировать и количество плодов, и вес плодов. То есть, повторю еще раз, если убрать лишние там пасынки, лишние даже завязи кисти, то он будет покрупнее, плоды будут такие, как более такие помидорки крупные, но их, конечно, будет по количеству меньше. А вот там, где мы ничего не уберем, вот этот вот в диком виде роз, который левый, вы видите, что он чуть мельче, но они их много-много-много, и они еще дальше идут, выше-выше-выше-выше. Хотя он невысокий, ну 40-50 сантиметров, и, конечно, он дальше уже не будет расти, вот сейчас он весь урожай отдаст, но еще раз повторю, что его достоинство в другом, в том, что он очень рано может вас порадовать плодами, то, что он на ранних сроках может холод, заморозки пережить, так же, как Демидов, он толстоногий, в рассаде не вытягивается, подмерзает в последнюю очередь, и если подмерзнет, у него есть возможность обрасти, ну так же, как Демидов. Все это сибирские, вот такие выносливые сорта, которые вот мне, жителю сибирского региона, они меня всегда выручают. На улице он тоже уже поспел, я, если выберу время, покажу еще на улице, на улице я, конечно, с ним ничего не делаю, я не обрываю ни пасынки, не формирую, просто вот так же подтягиваю к колышку, и там он тоже краснеет, в первую очередь, вместе с другими вот такими же скороспелками. Так, что еще сказать? Назначение универсальное, естественно, сейчас вот в ранние сроки делаем с него салаты, потом, когда уже более крупные томаты подойдут, поспеют, про спиридон, но мы прекрасно все забываем, благополучно начинаем есть крупноплодные, а спиридон идет на все томаты заготовки, его можно и солить, с него можно варить кетчуп, его можно добавлять в лечо, в суповые заправки, ясно, что он пойдет хоть куда, вот этот ярко-красный свет позволяет с него готовить все, что вы захотите, все, что угодно. Но если у вас крупные очень долго не будут спеть, спиридон вы прекрасно съедите весь в свежем виде. Про вкус хочу сказать, что вкус у него обычный, помидорный, я не буду врать и говорить, что вот он медово-сахарный, он тает во рту, что он такой же вкусный, как бифтомат, если кто-то это скажет, конечно, не верьте, но и спиридон может быть и сладким, и вкусным, это все зависит от условий. Я говорила вам в прошлом году, что сладость томатов, во-первых, зависит и от нашего ухода, какие удобрения мы добавляем, какой у нас грунт, и от погодных условий, много ли солнца он получит, на солнце, если много солнца, то более сладкий томат. И еще есть генетическая предрасположенность томатов к сладости. Вот спиридон, он генетически не предрасположен к сладости, это обычная скороспелка, но если вот такая погода, как у нас сейчас стоит, жара, солнце, если в грунт все добавлено, то он вполне может быть сладким и очень вкусным. Но если даже нотка кислинки в вашем спиридоне вы почувствуете на вкус, конечно, я вот буду делать сейчас дегустацию, я поделюсь с вами, какой мой спиридон получился в этом году, сладкий, не сладкий, это зависит от года, один год томат может быть сладкий, другой год с кислинкой. Если даже он будет с кислинкой, поверьте, в то время, когда остальные еще висят зеленые, как лягушата, то и этот томат вы скушаете с удовольствием, особенно ваши дети. Но кто откажется вот от таких красавцев, томатов, которые вот прям от одного только вида хочется взять их и скушать. Так, ну все, я увлеклась, до свидания. Это вот томат спиридон, скороспелый, самая простая скороспелка, как вот вы видите, может расти и в теплице, может расти и в открытом грунте, и, кстати, вызрел одинаково и там, и там, так что необязательно его запихивать в теплицу, место занимать, он на улице у вас тоже вызреет. Главное высадить его туда пораньше, чтобы он успел вот сформировать кустики и плодики. Все, до свидания. Это спиридон. А, забыла сказать, он... номер хотела назвать в каталоге, но не помню, все, извиняюсь.